всем доброго дня сегодня 7 января рождеством решил сделать дополнение к этой системе ну и немножко познакомить еще с этим сделаем раскладочку небольшую для начала вот покажу значит напомню что это обычный генератор у него мощность менее 0 5 ватт на выходе уже когда вот выдает на три филляр и здесь собрано где-то вот так под 50 светодиодов которые более-менее светят вот таким образом вентилятор сейчас скользится на малой скорости минимум что с него можно было в оборотах сделать это вот 2 и 2 вольта подают самое медленно что может крутиться уже меньше всего он уже останавливается вот это еще различные индикаторы в большинстве из них это все уже видели более совершенную версию чем вот первый прототип который был сделан в единственном экземпляре но разошелся по всему свету в тысячах его повторили вот он довольно отношению к этим пять раз а то и еще больше слабее это можно смело его исключать из списка делать вот такие оптимальным как я уже говорил когда-то вот такой по длине такой же только шире и здесь вот по-другому распаять лучше всего вот таким образом об этом это уже как-то расскажу вот тоже вариант такого типа для экспериментов тоже будущем покажу вот у меня еще куча заготовок под них всяких на лазерном резаке мне тут наделали нарезали вот развлекаюсь значит вот как я вам уже рассказывал все это делается пока включу поярче вот из таких лент это вот для этих индикаторов и такая лента еще раз напомню потому что вот хоть объяснял в прошлый раз но почему-то опять задают вопросы вот 50 миллиметров ширина этой ленты вот так ее наклеиваем вот ровненько вот так вот наклеиваем сюда 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 и сюда такие полосочки но единственное что могу сказать что сейчас бы если я делал бы повторял вот такую же конструкцию я бы здесь сделал не 5 6 7 миллиметров вот здесь 5 здесь 6 5 6 миллиметров до 7 сделал бы где-нибудь 8 10 миллиметров расстояние так как считаю более оптимально они немножко друг другу мешают и в то же время все пытается узнать у меня почему такой размер почему такой размер какие-то резонансы все придумают какие-то все частоты еще раз повторяю уже в сотый тысячный раз я все делаю так чтобы она ни с чем не совпадало вот посмотрите если внимательно на эту конструкцию у меня везде разные толщины вот посмотрите видите тут одна толщина тут другая толщина тут третья тут вообще четвертая длины разные тут такая тут такая тут такой переход тут такой переход это все сделано для того чтобы не было никаких совпадений по каким-либо частотам сделаю так тут главный принцип в этой системе такой желательно симметричность вот этот у нас один излучатель вот его составляющие и вот второй излучатель они должны быть более менее симметричными относительно друг друга но должны сходиться друг в друга можно это как-то делать спирально можно делать как-то с какими-то переходами таких различных рисунков на храмах на вот этих древних сооружениях полно главное найти оптимальный чтобы оно более-менее было в симметрии для чего симметрия нужна потому что вот эти излучатели когда работают если у нас будет асимметричная система значит где-то будет в какую-то сторону по характеристикам выдаваться в одну сторону будет больше баланс а в другую меньше и уже будет дисбаланс нам надо чтобы была система сбалансирована но не резонировала вот это главное и нам нужен излучатель который бы выдавал хаос именно вот таким образом при помощи вентилятора я его создаю я всех пытался показать на эту камеру как она будет если вручную крутить вентилятор и как будут светодиоды помаргивать по этому поводу но никак на эту камеру не получается я уже и так и эдак в общем на мобильник снял вот сейчас вы видите видео 2 видео где я вот сделал экспериментальные съемки замедленно чтобы было видно что на самом деле вот например я кладу вот такой индикатор вот между ними делаю чтобы они не сильно светили потому что при большой яркости просто не совсем заметно колебания но при малой яркости когда не сильно светит очень четко видно как они моргают в такт движению лопастей то есть все здесь отлично работает так как и было мною задумано в свое время так вот я вам показал прошлый раз вот этот трифеляр именно как намотан здесь почти 50 миллиметров 49 и 750 ну и внутренне там как я помню втулка 25 вот это более-менее оптимальный размер ну и ширина если хотите в общем опять же не нужно заморачиваться по поводу размеров конкретно как я вот вам показываю дело в том что должно быть все оптимальным то есть вот если мы разрежем вот этот трифеляр и посмотрим сечение этой намотки оно должно быть примерно квадратным то есть вы делаете еще менее меньший диаметр но тогда еще у вас будет соответственно при той же длине провода потому что провод должен быть примерно той же длины например берете 15 метров и вот мотаете то ли большее то ли еще большее то ли меньше все новые их намотаете 15 метров и вот это распределить надо так чтобы получился примерно квадрат сечение и дальше вот не забывайте еще как я вам всегда говорил закруглять вот эти края у вас не должно быть ни прямоугольных не тем более острых краев все должно быть закруглено обязательно расстояние оптимальное как я вам уже сказал вот в этой конструкции к примеру вот между ними желательно 8-10 миллиметров 8-10 миллиметров вот эти вот вот эти ленты я вам уже показал примерно опять же это не обязательно такого размера вы можете сделать вот еще тоньше чем вот эти по ширине их будет просто больше но слишком мельчить тоже не надо вот например вот для такой конструкции вот вот такая ширина ленты ну уже маловато будет слишком мелко уже не будет того эффекта то есть должно быть оптимальный вариант если раскладывать сюда по 50 миллиметров тоже будет за слишком то есть вот такая например ширина ленты вот точнее вот этих полосок уже будет слишком то есть между этим и этим размером вот при таком диаметре это будет довольно таки оптимально опять же это еще не самый край то что вот я этот вентилятор просто какой нашел 22 сантиметра будет больше 30 40 50 я еще сделаю и такие вот если кто помнит я рассказывал про себя когда мы делали оптимак cf микропроцессорную систему для цветной печати которая не имела аналогов на тот период это был 87 88 год вот там у нас было три изобретения и было мое личное изобретение по поводу магнитного двигателя точнее это был такой шаговый двигатель который на 90 градусов крутил фильтры наверно возможно я все-таки как-нибудь на коленке что-то подобное сделаю только в большом масштабе чтобы она вот крутилась именно вот таким образом тут не надо большая скорость именно чем медленнее крутится вентилятор тем лучше просто вот я самый тихоходный искал в интернете вот нашел такой более-менее хотя лучше бы если помнить был еще медленнее то есть чтобы было даже видно как он вращается прямо лопасти вот так вот вот чтобы двигались это было бы даже лучше ну и переменно конечно больше меньше это вот по поводу значит системы с вентилятором и вот такая конструкция значит я тоже ее довольно давно сделал это еще полгода назад это у меня тут оставались обрезки труб которые от посохов лишние по 30 сантиметров и и вот что есть с этого сделал можно конечно взять полностью трубу 40 50 сантиметров готовую у меня просто под руками не было было вот обрезки я из этого и сделал значит это что-то похожее на жезл но естественно побольше начать система такая вот я его включаю но подключаю на этот генератор так выключен и 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 Тут внутри тоже спираль, вот я разбираю, то есть сделано по типу жезла, но на 50 миллиметровую трубу здесь прокладочка чтобы она не болталась вот такая спираль но опять же вот например здесь следующий раз я бы уже делал пошире и что было расстояние все-таки здесь поменьше вот слишком тут получается практически один к одному что вот этот размер что этот одинаковый все-таки надо чтобы вот этот размер был меньше чем ширина самой ленты ну и можно тогда и закрутить побольше тогда витков сделать просто сделал вот так и вот как видите то же самое вот я полгода назад делал экспериментировал вот такая система и она меньше чем вот этот эти 44 и там уже не 25 а по моему 20 да там 20 втулочка стоит у меня получилось где-то сюда 20 вот таком виде опять же потери здесь небольшие в этом смысле но вставляется вот видите как все четко то есть прямо вот в эту трубу вставляем делаем вот такой вот можно сделать по длине и том что я взял просто отрезок 30 сантиметров а желательно все-таки было больше вот пришлось представлять вот это вот забиваем сюда в чем так сказать прелесть этой конструкции вот если не вот ну давайте без этого вот если у нас продолжение вставляем аккумуляторы два-три штуки в этот же тубус места хватает сюда генератор можно контроллер аккумуляторов и даже вот такой вот генератор для модуляции и все это можно разместить вот здесь дополнительные конструкции вас получится вот такая вот система которая вы можете и вдоль позвоночника и ну сами понимаете прикладывать куда угодно вплоть до того что даже сидеть она выдержит для мочи половой системы тоже иногда полезно вот такую конструкцию использовать она была бы более удобная чем даже взять плотскую или там какой-нибудь бифиляр трифиляр и так далее ну такая конструкция вообще было очень неплохо но на ней не посидишь вот примерно то что я вам хотел сегодня показать в следующий раз у меня там намечено еще несколько роликов так что надеюсь если хандра опять не наступит то будем продолжать все еще раз с рождеством будьте здоровы всем пока мы что вам и Продолжение следует...